Детское радио представляет Сказки народов мира Истории мудрой львицы Африканские сказки Нигерия Жила-была львица Грифы-антилопы, крокодилы и бегемоты, гориллы и попугаи, жирафы и слоны уважали её И не было во всей Африке никого сильнее и мудрее этой львицы Глубокие реки и жаркие саванны, высокие города влажные джунгли Рассказывали ей свои истории обо всём, что видели и слышали А она нам Вот одна из них О жадном юноше Давным-давно в долине реки Нигер Жил молодой охотник и звали его Амади Никого не боялся Амади И всё время играл с судьбой в кошки-мышки Охотился он в лесу неделями без еды и воды Но возвращался всегда с трофеями Но однажды всё поменялось Долго бродил Амади по знакомым джунглям И незаметно для себя Зашёл в чащу Да и заблудился Напрасно он рубил лианы Залезал на деревья Ни знакомой тропинки Ни приметного дерева так и не заметил Помогите! Помогите! Кричала Амади Но никто не слышал его в густых зарослях Жаркое солнце спряталось за тучами И в джунглях воцарилась тьма В Нигерии говорят на многих языках Ибо, хауса, йоруба и дома Эфик и эдо Всего 527 языков Но одним из самых распространённых является Ибо Солнце на языке Ибо Звучит вот так Ай-яу Запомнили? Солнце! Ай-яу Сел Амади на землю И горько заплакал Неужели он так и останется здесь навсегда? Вдруг В темноте мелькнули чьи-то глаза Амади пригляделся И увидел силуэт детёныша леопарда Он поднял своё копьё и хотел уже метнуть его в зверя, но остановился Пожалел малыша И только он опустил копьё, как из чащи появилась мама детёныша Леопард Леопард, не мигая, смотрел на Амади И тот Начал мысленно готовиться к самому худшему Ты Пощадил моё дитя, охотник Вдруг произнёс леопард человеческим голосом За это я выведу тебя из чащи И щедро награжу Спасибо тебе, добрый зверь, ответила Амади Ступай прямо И когда доберёшься до ручья Увидишь высокое дерево с яркими спелыми плодами Но ты их не бери А возьми самый зелёный Тот, что растёт на верхушке Добавила мама леопард напоследок Дерево на языке ибо Осиси Жители Нигерии верят, что дерево разговаривают О таких деревьях они говорят А это означает Ты слышишь ворчащее дерево Дерево на ибо Осиси Амади так и поступил И добравшись до дерева Залез на него и сорвал с верхушки Самый зелёный плод Вернулся Амади домой И лёг спать А наутро Решил разрезать плод, который принёс с собой Разрезал Глядь А из него не сок полился А посыпались драгоценные камни И золотые монеты Деньги на ибо Эго У нигерийцев есть такая пословица Деньги и время Некого не ждут Огена эго Эчереон не обула Деньги Эго Но не рад был юноша Я взял всего один плод А сколько их там осталось На этом дереве? Думал он засыпая Наутро Охотник отправился в чащу Это ж я взял недозревший плод А что будет, когда я возьму Самый яркий И самый спелый Думал он, потирая руки Оборвав все красные спелые плоды Приплясывая от нетерпения Он вернулся домой Я наградила тебя однажды Но тебе захотелось еще И еще Послышался вдруг голос мамы леопарда После этих слов плод треснул И из него потек едкий сок Который секунду спустя вспыхнул И загорелся Так в огне жадности Сгорели и дом И богатство Амади еле ноги унес Повторяем Запоминаем Сегодня мы узнали Как на одном из самых распространенных языков Нигерии Ибо Деньги Эго Солнце Аняу И дерево ОССИ Сказки народов мира Истории мудрой львицы Африканские сказки Нигерия